всем привет меня зовут геннадий корнеев я занимаюсь изучением национальной истории традиций обычаев и культуры сегодня я расскажу вам уже в видео формате о том откуда нам сыр из шри-ланки с давних времен у калмыков есть имя нам сыр калмыцкое звучание его будет нам сыр у калмыков она бытует в трех вариантах нам сыр на мыс или намса по просьбе трех близких друзей давно просивших разъяснить значение этого имени публикую историю его происхождения имя нам сыр на мыс или нам са имеет тибетское происхождение тибетцы называют так одно из божеств богатства нам то се отчего у калмыков название этого божества бай нам сыр нам сыр на мыс или нам са как же тибетское намтосе превратилось в эти калмыцкие варианты имен. Следуя санскритской традиции сокращать длинные названия, тибетцы сократили намтосе до слова намсе, читается оно намсе. Однако в разных диалектах тибетского языка это сокращение читается по-разному. Намсрай, намсарай, намсай. Именно от разного прочтения и появились эти разные варианты. А кто же тогда такой этот намтосе намсрай? На санскрите имя его звучит как Вайшравана, то есть сын яснослышащего. А кто же тогда этот яснослышащий? Согласно индийским преданиям, это был один из величайших мудрецов Древней Индии по имени Вишвараса, имя которого как раз и переводится «яснослышащий». Мудрец этот был старшим братом Раваны, древнего мифического царя Шри-Ланки, о войне которого с индийским царем Рамой повествует древний эпос Рамайана. Вот почему и получается, что калмыцкие намсыр, намысы, намса, монгольское намсрай и намсарай – это тибетские эквиваленты санскритского Вайшраваны, который был сыном Вишварасы, старшего брата Раваны. Кстати, в завершении хотелось бы отметить, что древнеиндийский эпос Рамайана из всех монгольских языков был переведен именно на айратский, о чем писал академик Циндин Дамдин Сурен в своей книге Рамайана в Монголии. Вот так общая культура объединяет множество народов очень крепкими связями. Субтитры создавал DimaTorzok